Приветствую вас всех! Я рад быть здесь. Садитесь, пожалуйста. У нас сейчас в церкви проходит целая серия тем, называется «Духовное становление в свете божественных законов». Так мы назвали серию, целых два месяца идет на собраниях и в ячейках. И сегодня я хотел предложить один из уроков или проповедей этой серии. Тема, я повторю еще раз, это «Духовное познание или возрастание в свете духовных законов». Давайте я расскажу саму идею, саму мысль первую. Бог когда-то сотворил Вселенную своим словом. Я недавно детям рассказывал о силе слова. И мы проходим в течение года от бытия до откровения. Стараемся основные события пройти с детьми. Почти каждый день я преподаю урок. Интересно, что сначала вот вся видимый и невидимый мир был в Божьем сердце. В Божьем сердце. Потом Бог просто сказал. И вот то, что было в Божьем сердце, в его понимании, в его воображении, если так можно сказать, оно стало реальностью. Библия говорит, что он своим словом сотворил видимый и невидимый мир. Просто Бог сказал. Возможно, потому и в наших словах есть такая определенная доля власти, даже жизни и смерти. Бог своему творил нас. Некоторые детали в маленьком виде наделил и нас этими качествами. Просто Бог сказал. И стало так. Например, Божье Слово Он сказал когда-то к земле, чтобы она произрастила траву и всю зелень. Понимаете, что вся вот вокруг зелени, она растет просто вот это словом, которое стало жизнью. Она вот дает жизнь. Малейшее движение, оно дает жизнь. Это жизнь вот Божьего Слова, которое стало жизнью, движением. В каждом зернышке она работает. Когда-то Бог просто сказал земле, и она произвела живое. Сказал воде, и она тоже произвела живое. Нас, правда, творил Бог Сам. Итак, Божье Слово Он просто говорил, и оно работало. Итак, весь всю вселенную, видимый и невидимый мир, были сотворены Божьим Словом. Видимый мир огромен, очень огромен. Он бесконечно большой. И насколько большой есть невидимый мир, духовный мир, по всей вероятности он намного больше видимого мира. Мы пока видим только видимый мир. И верою знаем, что есть невидимый мир. Но когда мы перейдем на небеса, мы будем знать и то, и другое. Будем видеть и то, и другое. Мы будем жить в том мире, который мы сейчас только верою представляем. Он огромен. Он огромен. Он прекрасен. Он величественен. Наверное, всю вечность нам дана будет, чтобы его просто понять, познать и исследовать. И это будет бесконечно. Но что сделал еще Бог? Он сказал Слово, которое стало законами. Это главная мысль. Законами. По которому сохраняется видимый и невидимый мир. Развивается, движется и существует. Библия говорит, что о Слове, о Иисусе, Слове. Все из Него, через Него, для Него. Все им стоит, движется и существует. И вообще все для Него. Потому Бог сказал, стал видимый и невидимый мир. Бог сказал, и это Слово, властное Слово, стало законами, незыблемыми правилами, незыбленной властью и силой, которые работают точно так, как Бог определил. И оно не меняется. Оно не меняется. Оно действует. Бог неизменный, как неизменный Его законы. Как и неизменный Его Слово. Как Он сказал, я Господь, я не изменяюсь. И Аков говорит, у Него нет даже намека, тени перемен. Так, нет изменений и в Божьем Слове. Я немножко когда-то говорил, давайте просто объясню, как оно работает, чтобы привести к одному из законов. Когда-то, допустим, есть законы сейни-жатвы, об этом часто говорят братья. Допустим, оно работает, эти законы, в земле, они работают в душевном и духовном мире. Допустим, закон сейни-жатвы гласит так, что человек сеет, то он и жнет. Это работает, безусловно, на полях. Но вы знаете, что то же самое работаете в жизни. Что мы сеем, нам же и жать. Или проще. Многие вещи в нашей жизни, которые сейчас случаются, многие не все, это только жатва вчера, позавчера посеянного. Но то, что мы сеем сегодня, мы обязательно будем жить дальше, или в вечности. Есть единственная милость в этом, исключение, что Божья благодать, Божье милосердие, Божья жертва. Мы сеем, а Он пожал. Вот это разница. Но все равно Он пожал. Понимаете, что без пролития крови не бывает прощения. Поэтому многие нашу жатву пожал Христос. И мы веру и знаем, что Он пожал на кресте, когда Он был осужден. Мы получаем, не жнем эту жертву. Но жатва сработала. Только мы сели, а Он жал. Вот это смысл креста. Потому что на кресте был прежде всего, прежде всего, определен Божий суд. А потом милосердие. Или даже милосердие в суде. Понимаете, что на кресте, некоторые, мы говорим, многие стихотворения, что вот Иисуса там предал Иуда, и зависти там пересвященники, римские воины распяли и так дальше. Но это были только исполнители. Все они только исполнители. Судья был не на земле. И это ни царь, ни Пилат. Судья был на небесах. Так говорит пророк Исаия. Господу Богу угодно было поразить Его. И Он, Бог, предал Его Иисусу мучению. И в этом состоит как раз и смысл. Один из смыслов жертвы Иисуса Христа. Что мы сели, а Он жал. Но жатва обязательно срабатывала. Иногда одно поколение жнет, сеет, а второе жнет, но жатва работает. Это непреложный закон. Я часто говорю такой вот момент, что мы в принципе, в принципе, в конечном итоге все делаем для себя. И жертвуем тоже для себя. Да, мы делаем ради Господа, но все-таки в конечном итоге это так. Когда-то обратились евреи и говорят, Бог постится нам или не постится. Бог говорит, так для меня ли вы поститесь? Да не себя же это делаете. И это решили все вопросы. Если я так понял одну истину в жизни, это перемирило мое сознание. Ничего. Вообще ничего. Вообще ничего. Мы в жизни не можем сделать другим, прежде всего не сделавши себя. Благословляя другого, мы себя благословляем. Проклиная другого, мы себя проклинаем. Пытаясь осквернить другого, да мы перво себя осквернили. Если мы пытаемся запачкать кого-то, мы по крайней мере запачкаемся сами, собой уже, то, что исходит из наших ост. Потому есть закон синий жатвы, он не приложен, он влечет, он работает во вселенной. И в конечном итоге вечности, две вечности, два места вечности, это огромная жатва посева. Потому есть, допустим, закон синий жатвы, куда мы синим, оттуда жнем. Апостол Павел говорит, сиющий в плоть, от плоти пожертвования, сиющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Мы синим в одну область, оттуда получаем. Мы не можем брать, где не сияли и рассыпать, то есть собирать, где не рассыпали. Такой закон. Хотите оттуда пожать, вот туда и вкладывайте, оттуда и будем жать. А если мы не синим, можем пожать только сорняки, а все остальное в поте лица. Такой непреложный закон. Это Божий закон. Он работает в земле, в природе, он работает в душевном и в духовном мире. Почему он одинаков? Один законодатель. Я сегодня говорю, хочу рассказать один из законов, и он показался мне очень важен. Я ее прочитаю, такое сделаю длинное введение. Если вам есть Библия, откройте со мною. Евангелие от Матфея, 23 глава. Пожалуйста, Евангелие от Матфея, 23 глава. Я буду читать 11-12 стих, два стиха. 23, 11-12. «Больше из вас добудет вам слуга», и особенно 12 стих, «ибо кто возвышает, в данном случае, сам себя, тот унижен будет. А кто унижает, в данном случае, сам себя, тот возвысится». Понимаете, что если мы хотим возвыситься, мы должны идти путем смирения. А если хотим упасть, упасть путем гордыни. И этот закон непреложный, он работает везде, во вселенной, не только на земле, он во вселенной. Мы живем в этом законе. Почему это так важно? Потому что если мы их знаем, эти законы, понимаем, и живем в гармонии с ними, вся сила и власть их работают на нас. Если мы их нарушаем, даже не зная, вся сила и власть, она работает против нас, разрушая нас. В самих Божьих законах отключена сила созидания и разрушения, благословления и проклятия, содействия и противодействия. И они непреложны. Мы только должны с ними согласиться и научиться жить в них, работая и живя так, чтобы они работали, их сила и благодать, работали как благословение и созидание, как сопуствуя, а не противоставляя нам. Как выглядит этот закон? Путь вверх – это путь вниз. А путь вниз, или еще впадение, это путь вверх. Возвышься и упадешь. Смиришься и возвышен будешь. И это непреложно. Как посеявший, допустим, рожь, пшеницу, он жнет пшеницу, так и посеявший, идущий этим законом, он работает, и всемогущий Бог стоит над всем этим. Давайте приведу несколько примеров. Как работает вот этот принцип во Вселенной. Первое я расскажу о одном существе, одно из самых прекрасных Божьих творений, а возможно, самое прекрасное Божье творение. О нем Библия говорит, что он херувим, осеняющий. Возможно, он был херувим, отвечая за Божью славу, а не предстоять перед Божьим лицом. Возможно, он был старший среди херувимов и отвечал за хвалу и поклонение на небесах за Божью славу. Это была особая позиция – предстоять перед Божьим лицом. О нем Библия говорит, что это была перчать, вершина совершенства в Божьем творении. Он был совершен в своих путях. О нем Библия говорит, что он сияющий, сын зари, или излучающий свет Божьей славы. Возможно, он был самым потрясающе красивым творением во Вселенной, который создал Бог. И он был совершен. Он был поставлен в особое положение. Но что-то произошло в ее сердце. Возникла внутренняя гордыня. От обширности торговли и так дальше возродило сердце его. И он не начал воевать с Всевышним за право на поклонение, принятие поклонения. Почему я должен поклоняться другому, если я сам хочу, чтобы поклонялись мне? Зайду на край севера, сяду в сомне богов, я сам буду подобен Всевышнему. И, возможно, третья часть ангелу, сбунтовавши, пошла на бунт, возвысившись над правом или целью, местом, который определен Всевышним. И Библия говорит, он возгордился, потому и упал, да преисподний не свершен. Путь вверх – это путь вниз. Путь смирения – это путь возвышения. Он не приложен, этот закон. Почти все, практически всякое бунтарство имеет движущие силы гордыню. Где есть гордыня, там есть бунтарство. Где есть возвышение, там есть падение. Ибо перед падением возносится сердце человеческое, а смирение стоит перед славой. Потому, если Бог нас ведет путем смирения, знаете, следующий шаг – слава. Если наше сердце возвышается, надмиваясь, следующий шаг – обязательно падение. Это непреложный закон. Я возьму вторую часть закона, как он работал в Иисусе Христе. Я прочитаю один текст, он очень мне, очень близок, и я хочу сказать, что я бы хочу прочитать его очень осторожно. Послание филиппийцам, 2 глава. Я прочитаю 5 стиха. Ибо у вас должны жить те же чувствования, которые во Христе Иисусе. 5 стиха ниже. Он, будучи образом Божьим, не почитал захищение, быть равным Богу. То есть не держался мертвой хваткой за равенство с Богом, хотя он есть Бог. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду стал, как человек. Он смирил себя, в данном случае сам себя, был послушный даже до смерти, и смерти позорной, крестной. Интересно, сразу же ли фраза, которая меня очень удивляет, и я очень хочу быть осторожным в этом. Поэтому и Бог превознес его. Теперь я хочу сказать что-то с особой осторожностью. Я верю твердо всем сердцем, и это исповедую и проповедую, что Иисус есть Бог. Он Сын Божий. Он не сотворенный. Он вечно сущий Бог. Это предвечное Слово, которое стало плотью. И, как я говорил, все им сотворено через Него, для Него все им стоит, движется и существует. И Он действительно есть вторая личность Троицы. Но есть один нюанс, который здесь описывается, и я его не понимаю. Что изменилось в положении Христа до воплощения и после воплощения? Куда еще Бог превознес его? Я не знаю, для меня это тайна. Я даже не хочу рассуждать. Но есть интересный момент, когда Он, ставший послушный Отцу, сказал, вот иду, исполни твою волю, Отче. И по воле Отца смирил себя, воплотившись в человеческое тело. Стал по виду, как человек. Смирил себя до положения раба. Согласившись в смирении на смерть от своего творения. И не просто смерть, а смерть позорную. И вот смирившись в себя вот до такой низости, до такой точки, произошло над Ним тот же самый закон, который мы читали. Поэтому и превознес его Бог. Поэтому и возвысил его Бог. Опять повторю, я не знаю, какая разница между положением тем и другим. И я не хочу рассуждать, я боюсь. Я даже не знаю об этом. Я только читаю то, что написано. Поэтому и превознес его Бог. По этой причине. По этому закону. По этому принципу. Вознес его Бог. И что дальше случилось? «И дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, то, что на небесах, земных, то, что на земле, и преисподних, то, что в аду. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус, Христос, славу Бога и Отца». Настанет день, когда все творение, Божие творение, которое на небесах, мы читаем об этом в книге Откровения, которое на земле, и даже в преисподней, склонившись, признает его Господом и исповедует, что Он Господь Иисус и Господен. И кто не захотел исповедать это в числе небесных, исповедует в числе преисподних. Кто не захотел исповедовать в числе земных, они исповедуют в числе преисподних. Но все Божие творение, склонившись, скажет, Он Господь. Над Иисусом сработал также этот закон. Он смирил сам себя, поэтому и превознес его Бог. Я хочу объяснить одну истину. Момент глубочайшего смирения, когда действительно Бог благодатью и внешним, возможно, ударами приводит нас внутренне, внутренне нас к низшей точке смирения, это момент величайшей славы. Я не говорю, когда мы падаем сами туда по своим преступлениям. Я не говорю, когда Бог судит нас, я сейчас не об этом. Я говорю, когда Бог дает особую благодать и ставит на путь вниз. Это есть путь уникальной, уникальной благодати. Я скажу так проще. Нужно еще удостоиться чести пойти таким путем. И не каждый идет, Бог по милости ведет таким путем. И далеко не каждого Бог низводит очень низко в глубину. Зачем? Вторая половина перед смирением Я прочитаю еще пару текстов, и они очень важны. Книга Исаии. Мне этот текст очень близок, и это один из таких любимых стихов моих, которые очень близко касаются моего сердца. 52-я глава. Я сейчас продолжаю эту мысль об Иисусе. 52-я глава, 13-й стих. Вот раб мой будет благоуспешен. Слушайте эти слова. Благоуспешен. Возвысится. Вознесется. Возвеличится. Повторю эти четыре слова. Благоуспешен. Возвысится. Вознесется. Возвеличится. Как многие изумлялись, глядя на тебя. Как вы думаете, что дальше написано? Какой это момент? Когда он бесовизнал. Из мертвых восстал. Бурю остановил. Умножил хлебы. И все были в восторге, хотели поставить его царем. Когда? Вот этот, когда, описывает пророк, смотря вот на эту вершину славы и изумление народов, изумление народов, вершину славы, какой он описывает дальше момент? И он говорит такие слова. Сколько был обезображен, паче всякого человека, лик его и вид его, паче ценных человеческих, восхищательный знак. Вот о каком моменте он говорит. Вот вершина славы и величия его на этой земле. Библия полна противоположностей. Иногда наш ум просто не способен это осознать. Такое слово есть в парадоксе. Это только столкновение с нашим мышлением, земным, греховным, искаженным грехом. Оно часто точно противоположно, то, что говорит Библия. И если Библия преображает наш ум своим словом истиной, мы видим вещи совершенно в другом свете. Возможно, в минуты унижения мы, знаете, будем говорить. Аллилуйя, Бог! Это была вершина славы. Потому апостол Иаков, понявши эту истину, он говорит. Да хвалится, да восхищается, да прославляет, да восхищается брат униженный, подавленный, униженный высотой своей, а богатый, пускай радуется, если, конечно, есть, унижением своим. Интересный момент, чтобы быть богатым, нужно быть нищим. Чтобы быть сильным, нужно познать красоту немощи и желать ее. Интересно, чтобы быть мудрым, нужно быть безумным Христа ради. А чтобы быть счастливым, нужно плакать и редать. А чтобы произнести много жизни, нужно умереть. Любите жить, жизнь, настоящую, Божью. Полюбите от всей души смерть так сильно, чтобы жаждить ее каждый день и каждый час. Это познал Павел, потому он так говорит, я каждый день, каждый день и стремлюсь к смерти и умираю. Потому жизнь просветает. Итак, он говорит, кто хочет быть большим, будь слугою. Кто хочет быть первым, будь первым, будь тем рабом. Хотите, чтобы Бог вас вызвысил, имейте служащие в сердце. Хотите быть первыми, сделайте сердце раба. Другого пути нету. По крайней мере, Божьего пути нету. На что говорит окружающий мир. Хочешь быть первым, иди по головам. Он говорит, нет, нет, нет. Стань слугою всем, это Божий путь. А по головам только путь падения. Хочешь иметь уважение или почтение, пожалуйста, стань рабом. Но что говорит окружающий мир? Утверждай сам себя, самоутверждайся, и ты станешь сильным для других. Только это путь к падению. Это путь совершенно другой. Интересно, что задумал Бог по отношению к нам. Мы сказали о вселенной, а теперь по отношению к нам. Я, когда рассуждал об этом теме, думаю, интересно, когда Бог уже начал творить человека. Он ее вечное, дух душу, уже не поместил в славное тело. А он пришел на землю. Взял горь земли. И слепил с него глиняную статую. Интересный момент, говорит апостол Павел, говорит, мы это сокровище носим в глиняном сосуде. Кто-то перевел в черепке. Возможно, Бог так и поместил, чтобы они очень возгордились. Если мы любили такое славное тело, как Архангел, наверное, мы быстрее бы упали. Но он поместил это вечное и свою благодать в этом черепке, который так быстро разваливается. Ее нужно красить, медицину хорошую иметь. Оно рассыпается, так быстро клеит. Оно такое временное. Не успел пожить, а уже смотришь и отдышка. Понимаете, чем я говорю? И уже нужно краситься больше и лакировать больше. И мы его лакируем, подправляем, оно рассыпается, оно мы подправляем, подправляем, обвязываем, чтобы не рассыпалось, ну хотя бы чуть-чуть дотянуть. Оно валится. И апостол Павел говорит, я благодушенствую. Знаете, что такое? Я чувствую себя комфортно. В унижениях. Разрушении. В тлении. Бог поместил нас в это, в такое слабое, немощное тело, в этот черепок. Потому что Он знает, путь вверх, это путь падения, путь смирения, это путь возвышения. И путь вообще на этой земле, это должен вообще быть путь смирения. И одно из самых смиряющих вещей для нас на этой земле, это рассыпающийся черепок. Кто понимает, о чем я говорю? О, вау. Кто-то сказал, знаете, что такое старость? Молодость чуть-чуть поболела, перестала. Средний возраст поболела, долго не перестает. А старость начала болеть и понимает, что никогда не перестанет. И апостол Павел говорит, я благодушенствую. Потому что если это тело, этот черепок, временная хижина тлеет, то дух мой из дня на день что делает? Обновляется, потому я прихожу в восторг. Если мы даже к нашим болезням относимся с благовением и пониманием, мы понимаем, что это уникальный Божий принцип и рычаг. Повести нас как можно ниже, потому что вся наша жизнь должна быть от вершин к низине, чтобы во веки веков быть в славе. Мы рождаем все этот мир, как лошадки необузданные. Кто понимает, о чем я говорю? И нужно узда, не правда ли узда? Иногда наши слабости. Иногда просто нужно подрезать жилы, чтобы быстро не бежал. Другого выхода нету. Сокрушить, разрушить, что-то сделать, чтобы не вознесся и не упал. У нас бывают подъемы и спады. Но я верю одно, что одна из Божьих целей – довести нас к глубине смирения, чтобы поставить позицию славы во веки веков. Аминь. Кто теперь будет улыбаться, смотря в зеркало? Аллилуйя. Нет, Бог исцеляет, я верю в это. Бог меня тоже исцелял. Но в принципе, я знаю, все равно я рассыплюсь. Где-то лет десять назад я боролся, воевал, возмущался, роптал. А сейчас уже начинаю потихоньку благодушевствовать. Я думаю, что или через десять я скажу, слава Богу. Я как никогда молод душою. Аминь. Давайте посмотрим на некоторых праведников. На некоторых помазанных людей. Этот принцип всегда работает в избрании. Я говорю, избрание и призвание. Посмотрите внимательно на почти всех, почти всех. Я обращу внимание дальше, почему почти всех. Людей, которых особо употреблял и благоставлял Бог. Бог чаще всего идёт таким путём. Он его избирал, призывал, давал ему понимание, призвание. И он быстро взлетал. Зачем? Чтобы пойти в долину и унижение. На долгие годы. Чтобы он был приготовлен и готов принять славную позицию уже на земле. Посмотрите, допустим, Давида. Пастушок маленький в деревне. Где-то играет там на инструменте. Овечек пасёт. Ну, льва, наверное, никому из братьев не хвастался, что льва победил и медведи. Я так думаю. Иначе братья его очень презрительно относились. Ну, просто деревенский вот пастушок. Насколько заброшенный, что даже папа о нём забыл, когда представлял пророку своих сыновей. Пророк говорит, а все они здесь. А, точно, у нас ещё маленькие там есть. И вот, что делает Бог в своей уникальной премудрости, исходя из своих законов? Если бы он из пастушка попал в пустыню, из знанников, это было бы больно, но не очень. Но Бог в своей премудрости что делает? Первое, он позволяет ему быть народным героем. А ему около 20, а может быть поменьше. Понимаете? Заходить вместе с царём, и все кричат, Саул тысячи, а вот этот пастушок десятки тысяч. И девушки хороводы вокруг, я уверен, смотрят на него. Понимаете, вот парень 20 лет ходит, но он в славе, въезжает в полоте славы. И, наконец-то, он становится генералом на той армии в то время. Походы за походами, и везде победа. Наконец-то, за царя. В таком возрасте вершин славы, чести и величия? Я почти уверен, что Давид, наверное, молодым так и говорил. Это отличие начала. Но он не знал, что это только начало другого. Это не путь вверх, чтобы стать выше, а путь вверх, чтобы упасть низко. Зачем? Чтобы стать выше. И оттуда, с вершин славы, государственный преступник, объявленный в государстве, изнанник в пустыне, на грани жизни и смерти. Вся тайная полиция и все розыск ищут, чтобы найти, чтобы судить и убить. Бегающих из места на место. Не зная, чем дальше закончится. Многие годы. Через депрессию, подавленность, возмущение и внутреннюю подавленность. Он находит там Бога. Он знает, что Бог там в долине с ним. И проходя многие годы долиной смирения, он был готов наподняться на престол славы. И был лучшим царем Израиля. Посмотрите внимательно других. Апостол Павел или Псавел в то время. Около 30 лет он уже член Синедриона. Член правительства. Очень популярный из загонений. Но что-то дальше случается. Встречает ему Бог. Сокрушая его гордыню. И примерно 14-17 лет. 14-17 лет. В Аравийской пустыне. И одинокий в Тарсе. Никому не нужный и неизвестный. 14-17 лет. Что в возрасте чуть-чуть младше меня. Выйти на основное служение. Путь смирения. Это путь возвышения. И Божьи посланники, Богом помазанные, идя Божьим путем, не обойдут никогда путь вниз. Я повторю, и Божьи посланники, которые идут Божьим путем, Бог ведет путем своим, они никогда не будут этот закон. Это Божий непреложный закон. Кто хочет быть большим или чтобы для того, чтобы стать большим, ты должен стать слугою. Для того, чтобы подняться, ты должен смириться. Для того, чтобы стать выше, ты должен стать ниже. Это внутри себя. И человек добровольно никогда с этим не согласится. Ему нужно помочь и Саулом, и тайной полицией. Кто понимает, о чем я говорю? Кто поблагодарил Бога за смиряющие Божие чудесные орудия? Без Саула никогда не получился обдавит. Аминь. Такой Божий путь. Бог так же делал Иосифа, два его сны. И он, молодой человек, в своем сердце, я буду выше братьев моих, даже папой и мамой. Я буду выше, это чудесно, я буду выше. Папа ее одевает уже, видя его в их великим. И он ходит вокруг них, братья завидуют, он не обращает внимания на них, на их чувства. Он говорит только папе, что они делают плохое. И вдруг наступает момент. Рабство, тюрьма и несправедливость. Долгие годы. Меня как-то спросили, почему так долго? Потому что мы не меняемся за один момент. Кто об этом уже знает? Нас только разбить дребезги можно в один момент, а смирить нужно долгие годы. Это правда, я знаю по себе. А чтобы оно стало навыком, нужно долго в этом подержать. Уловите, что я сейчас сказал. Разбить человека можно в один момент. Но развить навык смирения полноценной личности нужно многие годы держать в этом положении. Психологи говорят, не меньше трех. Это начало. У Божьих планок как минимум 9, 13, 17. А одного даже 40. Кто понимает, о чем я говорю? Аминь. Я хочу, чтобы мы сегодня что-то увидели. Только, пожалуйста, я сейчас не говорю о вещах, когда мы попадаем туда как преступники. Я сейчас не об этом. Я не об этом, когда Бог судит нас, смиряя нас. Я сейчас не об этом. Я говорю об этом, когда мы достигаем чести. И Бог говорит, да, возвышение. Начнем смирять. Нужно быть лучшим, как праведный Иов, чтобы пойти путем смирения. И если вы достигли вот этой точки чести, в Божьих планах и в готовности, Бог вас наделит уникальным благословением, уникальной благодатью, уникальнейшим на земле благословением, которое отразится полностью на вечность нашу, не в спасении, а в положении и славе. Это путем вниз. И один такой болезненный момент, который я до конца не понимаю, но он подчеркнет эту истину. Были ли в Библии праведники и помазанники, помазанники Божьи, которые не прошли путем вниз, достигшие славы? Да. Кто помнит, допустим, Самсона? Разбалованный сын стареньких родителей, тем более единственный, которому никогда ничего не отказывали, и он себе тоже не научился. Он не прошел путем смирения. Он был помазан, да, призван, да, избран, да, смирен, нет. Он шел пути славы, чтобы рухнуть. Как-то, братья, спросили, почему это так? Я не знаю, но одно знаю. Почему-то Бог не наделил его благодатью пустыне. Помазание, дарование – это признак избрания, но сокрушение – это признак готовности. Можно повторить еще раз? Божье дарование и помазание, и успех – это явный признак Божьего избрания и посланничества. Но глубина сокрушения – это признак, показатель готовности. Потому пару слов для лидеров, для служителей. Братья, не спешите помазанных и одаренных сразу возвышать. Они избраны и призваны, это правда. Но только глубина смирения и сокрушения – это показатель готовности уже встать в эту позицию. Люди восхищаются успехом, но Бог награждает верность. И это так. Вспомните Соломона. В начале своей жизни он сразу достигает славы. Он садится на трон, величайший трон в то время в мире. На нем есть Божье благоволение, и слава Отца витает на нем. И благословение Отца тоже. Вокруг покоренные народы платят таксы, дань. И внутри устроено государство. Так сразу, так быстро, так все, без усилий. Бог особо к нему милостивно деляет его уникальной мудростью. Но он не прошел путем вниз. И кончилась его жизнь, мудрейший человек на земле. Путем деградации, разложения и преступлений. Оставляя следующим поколениям только Божий суд и разрушение. Мы не должны выпрашивать пути несмирения. Пустыни смирения. Но если уже Бог нас ввел ее, не просто переждите этот момент, но позвольте Богу этим обстоятельствам максимально сформировать вас. Мы можем просто переждать, нужно переждать. Или взбунтовать. Но поймите, когда мы взбунтуем смиряющую Божью руку, против смиряющей Божьей руки, мы вырабатываем в себе качество противоположное, чем Бог хотел выработать. Место сокрушения гордыни, или жесточения. Место мягкости, твердости. Я имею в виду жесткость. Место смирения, гордость. Поэтому Библия говорит, смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас. Правда, в Его время. Такой духовный закон. Я верю, что этих помазанников, извините, что так скажу, Бог не благословил особым благословением путем вниз. И сработало то, что говорится. Они были сразу вверх. Не только внешне, но в своей гордыне. Для того, чтобы только свалиться вниз. Я знаю сегодня много людей, молодых людей, простите за одно такое небиблейское слово, накачаны. Мозги и сердца. Мышлением процветания. Только, сразу, с молодости. Ориентируясь только на великих, они рвутся вверх. Чтобы только упасть. Я быстро приведу один пример. Поймите, что это сердце пережил, и я знаю, о чем я говорю. Был такой один момент. Это было много лет назад. Меня пригласили на большое, большое братское общение. Это было много иностранцев. И это был вопрос образования. Я так сел в большое общество, такое известное общество, таких видных людей, всемирно известные люди. Я так сзади сел. И вот в конце, вернее, один из эпископов, я не понял, с чего меня пригласили. Просто сказали, приди и все. И он так поднялся, и прямо, как говорят, при всем честном народе, показал на меня пальцем, сказал, Витяков, встань. Мой вопрос. Почему у вас после трех лет, то есть трех месяцев обучения, большая часть студентов активны и успешны в служении? Почему мы последний раз выпустили выпускников с трехгодичного, очного образования, 60% из них даже не вышли на служение? Я был, как тот праведник, помните, у царя, быстро помолился и ответил. Вы учите их быть великими, а я учу их быть слугами. И сел. Кто понимает, о чем я говорю? Бог может сделать нас великими, но есть Божий путь для этого. И сегодня молодежь, ориентируясь на только великих, они сразу рвутся в бой. Хорошо, если Бог помилует, но есть и такой закон, он не приложен в закон. Всякий возвышающий себя унижен будет, но всякий смиряющий себя возвысится. Я не говорю сейчас о ложном смирении, я говорю о настоящем смирении, я не говорю о подделке, я говорю о настоящем. Мы вчера с братьями разбирали, я привел историю Саула, Саул, интересный момент, это как раз вот есть подделка, подсмирение, которое мы иногда выздаем, как смирение. Бог его избирает, он самый высокий ростом, сам Бог его избирает. Бог помазывает его или наполняет его Духом Божьим, и Саул стал иным человеком, у него сердце точно изменилось. И вот собирается по воле Божьей, по воле Божьей, все общество израильского народа, и Самуил вместе с ними. Зачем? Помазать царя, первого царя в Израиле, который требовал народ. Но вот проблема, помазанника найти не могут. Ищут, он не приходит. Ищут его везде, и не могут найти. И наконец-то все общество, наверное, долго ожидая, обращается к Богу, «Бог, придет ли помазанник, твой избранник?» И Бог говорит, придет. Где он, Бог? Где найти его? В обозе. Бегут в обоз и приводят Саула. Я вчера говорил, я не знаю, где он спрятался, в палатке или в повозке, я не знаю, но так спрятался, что не могли найти. И наконец-то приводят помазанника, который выше росло над всеми, и ставят на платформу и помазывают царя. Кто думает, какое смирение? Но знаете, что произошло сразу же? Одно из главных поручений он сразу заваливает. Он не считается с Божьей волей. Насколько серьезный этот был бунт, что Бог его отвергает. И после первой же победы он ставит себе памятник. Есть настоящее, а есть подделка. И нету более напыщенной гордыни, чем одетая в религиозной лохмотье. Когда имеет вид смирения, не имея его сути. Настоящее смирение не выпячивает. Настоящее смирение просто есть. Настоящее смирение не подделывается. Настоящее смирение просто есть. Настоящее смирение не человек, он сам понимает, насколько он не смирен. Но если он хвастается смирением, это гордыня и обольщение одновременно. Братья и сестры, я смирен, ничего не значащий, ничего не умеющий, ничего не знающий, но я буду вас учить. Сколько гордыни? Кто понимает, о чем я говорю? Как одному дали медаль за смирение, а потом снять не могли. Вы же знаете меня, какой я смирен, говорит, духовная гордыня. Вы же знаете, какой я внутри смирен и одеваюсь в лохмотье смирения. Внешняя форма это подделка под настоящее. И запомните один момент. Посмотрите на внешнюю ширму, напишите что-то противоположное и это и суть. Чем меньше внутри смирения, тем вид смиренней. Чем меньше послушания, тем вид послушней. Тем меньше кротости, тем больше вида кроткого. Хоть не суть это как видом. Мы говорим сегодня о настоящем, мы не говорим о подделке. Божье смирение, Божье настоящее смирение, оно не раздавливает себя, оно превозносит того, кто выше его и от которого он получил все. Оно не говорит я ничтожество, нет, он говорит я дитя Божье, но он делал меня таким и ему вся слава. Настоящее Божье смирение, оно зависимо. Именно как раз гордыня человечества была в независимости. Я сам буду как Бог. Независимая женщина, независимый мужчина, независимый служение, независимая церковь, независимый, независимый, и самодостаточный, это и есть вот это, который прет через край, чтобы упасть. Бог сделает все, чтобы поставить в нас позицию полной, отчаянной зависимости от Него. это и есть начало настоящего. Когда человек скажет, действительно Бог, то, что я даже дышу, это Твоя милость. Тогда он не просто ищет себе славы, как выглядели перед людьми. Он просто говорит, да не важно, сколько я силен и слаб. Он силен. И это главное. потому именно гордыня человеческая в данном случае это сознание самодостаточности от Бога перед Богом и другими людьми. Бог сделал нас зависимыми. Я говорю о здоровой зависимости от Него и от других членов церкви, от других людей. Он даже больше сказал, что сильный нуждается в слабых больше, чем в слабых сильных. И когда мы сильные понимаем это, поймите, мы тянемся к слабым даже не ради слабых, а ради себя. Никогда не состоится отец без детей. Никогда не состоится спортсмен без тренировок. Никогда не состоится служитель не служа. Никогда не состоится жертватель без нуждающийся. Никогда не состоится сильный без слабых. Никогда. Никогда не состоится исцеленный, не помирившись с тем, кто его ранил. Поэтому есть непреложные законы, в которых мы живем, и когда мы их знаем и живем в гармонии с ними, вся сила и власть, божественная власть, работает на нас, благословляя и созидая. Когда мы работаем против них, они прежде всего разрушают нас самих, производя суд и разрушение. И еще одна мысль. Понимаете, что есть две главных тактики дьявола, две главных, главных, я не говорю о нюансах. Первая из них это противиться. Противостоять, противодействовать. А вторая более коварная, жестока, и дьявол именно с христианами часто ею пользуется. Это тактика содействия. Я говорю о дьяволе. Понимаете, что дьяволу, когда он противодействует нас, мы смиряясь перед Богом, воюя, борясь с Ним, мы становимся сильнее. Но главное дьяволу, высоко давая успех или допуская успех, поднять я нас. И тогда сам Бог становится противником. Можно повторю эту фразу еще раз? Дьявол атакует, противодействует. Но верные христиане в этой войне становятся сильнее, мудрее и ближе к Богу. А что если им дать успех? Особенно восхищаться Собой в этом успехе. Если приписать всю славу Божьей себе. Если показать, какой ты успешный, не противодействуй Ему. Видели успешных? Не всегда это Бог. Поднявший высоко человека, он знает. Теперь сам Бог станет его противником. Который оболещенный гордыней человек будет считать за демоническое противление. Но это другая тема. Бог гордым противится. А смирен им дает свою благодать за действия и сопутствия. Кстати, именно это состояние вызывает Божье противодействие. Когда я говорю, я и сам могу. Независим. Самодостаточный. Уверенный. Знающий. Успешный. Иногда, чтобы остановить гордеца, Бог вынужден попустить падение. Чтобы разбивший в дребезги и собравший заново, поднять опять. Мы живем в божественных законах, которые непреложны. Они созданы самим Богом. Их в Библии очень-очень-очень много. Я скажу так мечту, первый раз в службе говорю. Моя мечта сейчас написать целую серию тем. Это жизнь христианин в божественных законах. Они работают. И они сильны. Я сегодня предложил вам один из них. Это вселенский закон. Который даже работал или действовал и над Иисусом Христом. Первая половина дьяволом. Мы живем между этими двеначалами. Поэтому я очень бы хотел говорить Бог. Дай всегда осознавать свою зависимость от Тебя. Дай всегда понимать, что в Тебе я только силен. Дай всегда понимать, Господи, что только в Твоей благодати я красив. И если не упал, как мой рядышком брат, потому что Ты меня сохранил. А не потому, что я такой крутой парень. Не потому, что я такой сильный, но потому, что Ты такой милостив. Не потому, что я такой мудрый, но потому, что Ты такой милостив. Не, Господи, не потому, что я особенный, потому что Ты избрал, но потому, что Ты так решил. Все, Господи, от Тебя, через Тебя, для Тебя, и Тебе вечна слава. Это не просто исповедание, это не просто знание, это навык души, это качество характера. И часто нужно долго человека поддержать, чтобы внешнее стало внутренним, неизменным. Вот это и есть главная причина Божьего медления и молчания, когда мы внизу. Повторю, подумайте, что сейчас находится. Это одна из главных причин Божьего промедления, и молчания, когда мы отчаянно в Нем нуждаемся. Я бы очень хотел сегодня поклониться перед Ним сердцем и душой, Он един достоин славы. И сказать всемогущий Бог, я не считаю себя ничтожеством, я Божий одетевым. Я не говорю Господе, что я там отбросываю общую. Нет, нет, я искуплен Тобою. Но все, что есть во мне, и что я себе представляю, это Твой подарок и Твоя благодать. Помолимся. Всемогущий Бог, Творец неба и земли, Творец видимого и невидимого, как Ты премудр, Господи, в своих законах, как Ты премудр, Господи, в своих действиях, как Ты превелик и красив, Господи, в своих даяниях, Господь, как величественное имя Твое на этой земле, Господь. Ты сказал, что с Твоей славой Ты не дашь никому. И не потому, что Ты, Господи, так хочешь стяжать ее, Господи, но Ты знаешь, что слава, которую мы примем для Себя, она разрушительна. Отец Небесный, мы хотим сегодня сердцем и душой низко склониться перед Тобою. И не просто устами своими, но всем сердцем и естеством, мы хотим сказать ей, Боже, все, что в нас и в нашей жизни есть доброе, это Твой подарок. Мы полностью зависимы от Тебя, Бог. И Ты центр нашего внимания и поклонения. Ты будешь есть на земле, и Ты будешь на небесах. Ты будешь во веки веков. Братья и сестры, у меня сегодня есть сердце. Возможно, кто-то проходит сегодня отдаленной трудностей и переживаний. И Вы сбиты с ног. Вы хотели, чтобы Божье откровение и Божья слава, Божье откровение, именно откровение пришло в Вашу жизнь и в Ваше сердце. И Вы посмотрите на мир другими глазами, и на себя, и на обстоятельства. Мне сегодня в сердце именно откровение Божий свет, который дал бы увидеть другими глазами то, что происходит вокруг Вас и Вас. Вы нуждаетесь, чтобы Вы с Вами помолились, чтобы вместе с Вами поплакали, поддержали Вас в этом стремлении. Вы не хотите падать, но хотите подняться. Вы не хотите быть в отчаянии, но хотите быть в победе. Пройдите для молитвы. Вы не хотите быть в ропоте, вы хотите быть в прославлении. Вы говорите, Бог, я в отчаянии, но я хочу быть в силе. Я сегодня в ропоте, но я хочу быть в прославлении. Я сегодня, Господи, в состоянии, когда говорю, Бог, все рухнуло, но я хочу увидеть, Бог, только началось. Если это Ваше желание сегодня и Ваше состояние, Пожалуйста, чуть быстрее пройдите для молитвы, мы будем молиться вместе с вами Мы молимся сегодня, а именно о Божьем свете О Божьем откровении, о Божьем благодати Все остальные, братья и сестры, поднимите в руки согласие Помолитесь за друзей, которые прошли вперед Остальные еще кто, пожалуйста, пройдите для молитвы, просто пройдите вместе с вами, поддержат молитвы Сегодня мы молимся и просим Бог Дай Господи увидеть себя Обстоятельства, что происходят твоими глазами Твоими глазами, сквозь призму вечности И я знаю, что увижу совершенно в другом свете Бог всемогущий, помоги нам, помоги нам Помоги нам, всемогущий Бог Благословляем Твое имя Благословляем Твое имя, Бог наш Благодарим Тебя, всемогущий Бог Прославляем Тебе, Боже Проклавляемся Тебе, Боже Аллилуйя, Боже Благословляем Твое имя, Бог наш Благословляем Твое имя, Бог наш. 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 и а а и 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 в и и и и ты и Святый Бог, я теперь живу для Тебя, не на дороге назад, и все, что выросло пламя дня. На моем теле течет Твоя кровь, что скрипит на земле, не на дороге назад, и все, что выросло пламя дня. На моем теле течет Твоя кровь, что скрипит на земле, не на дороге назад, и все, что выросло пламя дня. На моем теле течет Твоей кровь, что скрипит на земле, Когда сокрушается наша жизнь или наше сердце Это хорошо и плохо Библия говорит, что Бог живет сокрушенным духом Но Бог и исцеляет сокрушенные сердца Я как-то спросил Бог, так тебе нравится или не нравится сокрушенность Которую ты и привлекаешься, и исцеляешь Я получил внутренний ответ Когда Бог сокрушает нас, иногда сокрушает все наши человеческие гордые И когда сокрушается все Мы дальше берет, он это сокрушенное опять в руки гончар И лепит что-то новое Так он обращался к Израилю, говорил, не могу ли я как глину слепить тебя заново развалившийся сосуд Я чувствую в духе это слово, кому-то оно очень нужно Если твоя жизнь разбилась как горшок Отдай Божьи руки И то, что он слепит, тебя будет восхищать То, что развалилось, отдай Божьи руки И то, что слепит заново гончар Возможно будет очень больно в нашей гордыне Оно будет другим Красивым Восхитительным Возможно не перед людьми Но в Божьих глазах И самое главное, я знаю, о чем я говорю Вы будете многие годы на земле Вкушать мирный плод праведности Наполняющий вашу душу А в вечности удивительная награда Такой наш гончар Такой премудрый Бог Ему слава Слава Богу Слава Богу Спасибо Слава Богу